Тургенева 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 Случайно Нина находит женщину, в которую Покровский был когда-то влюблен И получает фотографию молодого Покровского Баян выходит на владельца рукописи Плюшара Он обещает французу раскрыть секрет рукописи в обмен на свою девушку Елену Которая находится в заложниках у царя Однако Плюшар обманывает Баяна и приносит навстречу подделку И тогда Баян с помощью Лиху решает ограбить француза МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Нина? Да, я сейчас. Вейпин, ну что, какие новости? Ты ни за что не поверишь. Почему? Ребята потрудились на славу. Это касается месье Лефлера. Ну да, и что? Исследователь творчества Тургенева живет. Ну говори. В особняке, в котором жила Полина Вердо. Вот это да. Интересно, каким ветром его туда занесло? Надо с ним знакомиться. Садись. Я своих ребят в Париже попросил, чтобы они его по всем пунктам проверили. Но они не разделили моего оптимизма. Он очень респектабельный гражданин, крайне аккуратен в уплате налогов. Случайных контактов он практически не имеет. Почетный член культурных академий. Так что для нас Лефлер неинтересен. Хотя нельзя исключать, что он мог бы просветить нас в некоторых вопросах творчества Тургенева. Итак, подозреваемых двое. Покровский и Латунский. И еще я тебя приглашаю на чашку кофе. Кофе? О, вы слышите, какой щедрый тут мужчина, а? Тогда на ужин тебя приглашаю я. Держи. Нет, знаешь что, ты меня этим не соблазняй. Прежде всего, работа. Слышь, матрос! Принимай трос! Слышь, матрос! Слышь, матрос! Слышь, матрос! Слышь, матрос! Слышь, картина. Ну вот, в этом доме я и живу. Я смотрю, известны у тебя соседи. Я слишком маленькая, чтобы помнить их. Обо всех этих маршалах, академиках, членах полибюро я только читала, да фильмы смотрела. Просто в этом доме жил мой дедушка когда-то. Поэтому это скорее его соседи. Он у меня был маршалом авиации. Вот как. Так ты, оказывается, маршальская внучка? Да. А еще я генеральская дочка. Заходи. Эй, подожди. А как же ужин в ресторане? Да в этом доме самый лучший ресторан Москвы. Моя мама в ухо готовит. А я совсем готовить не умею и на кухне возиться не люблю. Как говорит мой папа, всему свое время. Значит, оно еще для тебя не пришло. Слушай, может в другой раз. Неудобно как-то. Я умоляю, это просто ужин и больше ничего. Пойдем. Ну, молодец. Держи конец. Держу конец. А вот теперь жених угощен. А-а-а. Знаю-знаю сей напиток. Нашим самогоном воняет. Не, а так ничего. Ладно, будем. Не понял, а ты сам чего не пьешь? Больной, что ли? Ну, я же за рулем. А я что, за конем, что ли? Держи. Другое дело. Наливай. Вот так вот. Спасибо. Ну-ка, погоди, погоди, погоди. А баба твоя будет? Нет, не будет. Не понял. Беременной, что ли? Давай, Иваныч. Наливай. Да легко. На рыбных сроках это еще и полезно. Это правильно. Ну? Ну, давай. Не грей бойло. Ну, Макё. Ой. Ну, невеста. Шопты так и рожала. Чую-чую. Наш порог. Мамочка, привет. Познакомься. Это мой коллега из Китая. Очень приятно. Очень приятно. Я Наталья Сергеевна. Здравствуйте. Проходите. Спасибо. Давай-давай. Не надо, не надо разуваться. Не надо. Проходите. Будь проще. Не стесняйся. А я и не стесняюсь. Что-то я не вижу. Проходи. Папуль. Папуля. Папочка. Привет. Привет. Мы пришли. Знакомься. Это Вейпин. Он из Китая. Гость нашего управления. Мы вместе с ним расследуем дело. Очень рад. Майор Вейпин. Очень рад. Сергей Александрович. Ты не думай. У меня папа вообще-то добрый. Только молчу немного. Да что же вы стоите. Давайте скорее к столу. Чувствуйте себя как дома. Проходите. Присаживайтесь. Спасибо. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Пирог скоро будет готов. Ой, какая красота. Ну, а вы, наверное, устали с дороги, да? Перелет был длинный. Не волнуйтесь. Я не сегодня прилетел. Как не сегодня? Нина. Ну, почему ты сразу не привела нашего гостя? Ну, почему? Ну, поел бы горяченького. Мам, ну, я сегодня еле-еле его привела. Вон, сидит стесняется. На себя не похож. Нина, дело в том, что в гостинице прекрасный шведский стол. Да какой там шведский стол? Ну, гостиницы разве накормят? Ну, что ж такое? Мамочка, ты просто прелесть. Я такая голодная. Ужас. Так, что ты будешь есть? Спасибо. Ладно, все понятно. Имей в виду, у нас здесь все съедобное. Спасибо. А вы что, молодой человек, будете пить? Да я не пью. Похвально. Значит, водочки. Ой. А тебе, доченька, венца немножко? Ну, да. Ну, что ты? Что ты мне дочку спаиваешь? Наташ. Мама до сих пор думает, что я еще маленькая. Моя мама тоже считает меня маленьким. Ты, наверное, это заметила, когда мы были у моих родителей. Нина. Ну, почему ты мне не сказала, что ты была в гостях у родителей молодого человека? Ну, Нина. Ну, как-то все некогда было. Ты же видишь, как мы работаем. Да уж, вижу. Вижу. А родители ваши чем занимаются? У меня обычные родители. Мама домохозяйка, папа историк. Он работает в институте истории. А братья есть? Сестры есть? Нет. Я в семье один. Нет. А у нас Нина тоже единственная дочка. Папа с ней так носится, так носится. Я говорю, если ты будешь с ней так носиться, наша Ниночка никогда не выйдет замуж. Мам, ну, начинайте. Да ладно тебе. Да вы ешьте, ешьте. К ней молодые люди боятся подойти на пушечный выстрел. Он в телефон как рявкнет, и все. И раз и нет молодого человека. Ой, нет, не поднимайте. Я сейчас другую принесу. А вы, молодой человек, в каком подразделении служите? Интерпол, пекинское отделение. Сильная служба. У меня есть хороший приятель в Китае. Мы с ним в Академии генерального штаба вместе обучались. Очень сильный человек. Он сейчас генерал. А вот и пирог. Ну-ка, давай, ставь его сюда. Угощайтесь. ПЕСНЯ 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 Молодцы! Это правда? Что правда? Ну, про срок. Какой еще срок? Ты беременна. А у нас разве что-то был? Улыбка и вряд ли! Фотография! Девять на двенадцать! Пап, совсем забыла сказать. Вэй Пин занимается кунг-фу. Да, это потрясающе. Я видела один раз. Просто Джеки Чан. Ну что ж, это похвально. А мой папа занимается самбо. Он мастер спорта. Правда, он перестал после ранения в Афганистане. Вы надолго в Москву? Думаю, что скоро уеду домой. Завершим операцию и домой. Ну что ж, тогда желаю вам в кратчайший срок выполнить задание командования и вернуться на родину. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну что ж, спасибо, мне пора. Пирог был вкусным. А что ж вы так рано? Угу. Да вы знаете, мне завтра рано на службу. Трудный день. Ну нет, ну может вы ещё посидите? А Ниночка вам показывала свои детские фотографии? Наташа! Ты что, не слышала? Молодому человеку завтра рано на службу. Ну, тогда подождите минуточку. Вот возьмите и поешьте в гостинице. И тогда машине-то лучше, чем это ваше шведское баловство. Благодарю. Счастливо. Спасибо. Я провожу. Бонжио. Я могу вам помочь? Девушка, я не знаю, как мне пройти. А этот Плюшар далеко не простой парень. В резиденции посла жить может не каждый француз. Может, он связан с французской разведкой? Тут всё намного проще. Просто Плюшар – школьный приятель, посла танцы. А что, тебе что-то смущает? С системами охраны, что у посла, что в музее, я знаком. Они очень похожи, но у музея есть одно преимущество. Не надо искать объект, заранее можно осмотреть его. А здесь комнаты, сейфы. И попробуй, найди эту рукопись. Ну, если это главная трудность, тогда сделаем так, что нам не придётся искать то место, где Плюшар прячет свои сокровища. Он сам нам его укажет. И как мы это сделаем? Потерпи. Скоро узнаешь. Пошли. Пошли. Мамуль, я пришла. Дочь, зайди ко мне. Да, папочка? Малыш, скажи мне, что означает этот визит? Ничего не означает. Мы вместе работаем. Я была у него в Пекине. Это так сказать. В ответный визит. Вот и всё. А почему ты спрашиваешь? А ты помнишь, когда ты последний раз приглашала молодого человека к нам в дом? Пап, ты какие-то всё трудные вопросы задаёшь. Не помню. А я помню. Это был Альберт. Альберт? Какой Альберт? Ну, Альберт, сын генерала Можухова из четвёртой квартиры. Ой. Он приходил к тебе переписывать экзаменационные билеты. Когда ты училась, между прочим, в восьмом классе. А мама вас кормила пирогом, между прочим. Ну, пап, ну нашёл, что вспомнить. Ну, смешил, а? А наша мама, она пирогом готова кормить, не знаю, кота соседского. Лишь бы тот с ней разговаривал. Ну, ну. Маму не обижай. А в моих словах, между прочим, ничего смешного нет. Я, как отец, должен понимать, с какой целью ты на этот раз пригласила в дом молодого человека. Мать, он слёзы в подушку льёт. Решила, что ты замуж выходишь. Да вы что, с ума, что ли, сошли? Звонят. Алло. Да. Спасибо большое. Ты тоже всем очень понравился. Войкин звонит. Благодарит за ужин, между прочим. Да. Да. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Фух. Да. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А ты и правда из этих мест? Правда. Недалеко. Хотела довести тебя до деревни, в которой вырос, да немного не доехали. Ну, ничего. В следующий раз доедем, правда? Послушай, ты никогда о себе ничего не рассказывала? А в интернете пишут о тебе всякую чушь. Например, пишут, что ты детдомовская. А я и есть детдомовская. Да ладно. Да. Как? Знаешь, моя мама была очень красивая женщина. Но, по-житейски, какая-то глупая. Когда погиб мой отец, она посчитала, что никому не нужна будет с ребенком. И очень быстро выскочила замуж. Но неудачно. Он оказался просто подонком. Если б ты видел. Если б ты видел, как он над ней издевался. Изводил ее своей ревностью. Пил. В общем, превратил нашу жизнь в настоящий ад. Потом, когда мне уже было лет десять, она умерла. Хотя, знаешь, я не думаю, что это просто так. Я думаю, что эта сволочь что-то сделал. Ну, а меня после похорон Дуджа отдали в детский дом. А он уехал куда-то. Слушай. Может, поедем, а? А то мы тут заняли хозяйскую кровать. Как-то со свадьбы неловко получилось, дорогие. Нет. Слушай. Ты-то как-то испугался, когда нас в красный угол посадили, а? Я не испугался. Ты не переживай. Я не собираюсь тебя на себе женить. Я не переживаю? Ну, не переживай. А я и не переживаю. Ну, не переживай. Отвези меня домой, а? Я хочу домой. Ну, сколько можно уже, а? Ну, дай поспать-то по-человечески. А ты потерпи чуть-чуть. Ну, сколько терпеть можно? Это же невозможно. Я уже двое суток нормально выспаться не могу. А еще этих уродов сейчас разбудишь. И что мы делать будем? Я как раз хочу их разбудить. Зараза, а! Подъем! Сейчас я ее устрою. Слышь ты, обезьяна китайская, еще раз стукнешь, я тебе так по голове стукну, мало не покажется, поняла? А я стучу, так как мне скучно. А что, нельзя? Да два дня из-за вас не спим. Сидишь тут, охраняешь вас. Жрачку принеси и унеси. Глеб! Короче, да. Запоминай давай. Мы пожарской ласке больно изголодались. Еще раз нас поднимете ночью. Мы тебя и твою подругу хором, так и демократим, мало не покажется. Зараза, коза! Я чего-то этим добилась. Слушай, Елена, нам с тобой необходимо измотать этих гадов шумом, чтобы у них не было покоя ни секунды, они нас не тронут. Вот понятно, что мы их боссу зачем-то нужны. И мы будем шуметь, пока они не привыкнут к нему и не перестанут на него обращать внимание. Вот давай сейчас. Постучим немного. Они молчат, значит подействовало. Теперь мы можем сделать все что-то таким, и они не придут. Они считают нас истеричками, а это нам на руку. Они просто перестали нас слышать. Ну, конечно, не слышат, если они даже салфетки в уши повставляли. Как раз это нам очень нужно. Еще пусть денек-другой они... Помучаются? Позатыкают уши салфетками, идиоты. Нужно, чтобы они оставили нас в покое. И чего ты хочешь этим добиться? Как это? Чего? Ты наш план забыла? Мы должны организовать побег. Сами себе организовать. А с этими идиотами это несложно. Большинство мужчин идиоты. А эти особенно. Поэтому сидеть и ждать, когда сказочный принц нас здесь найдет... Это глупо. И в этом и состоит моя жизненная философия. Вот и все. А ты молодец. Перестань курить. Я не выношу табачного дыма. Слушай, пойдем в клуб, а? Сто лет там не была. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Наталья Станиславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Не было времени позвонить. Мест нет. А ты замужем? Да ты знаешь, я и сама не знаю. Не, ну мужик-то у меня есть. Хороший. Зато и кому с ним не расписаны. А у меня тоже. Любимый человек. Был когда-то. А почему был? Он изменял мне. Направо и налево. Я ж очень много работаю. А времени контролировать его нет. Однажды пришла, а он... Он не один. Надо... Конечно, надо было сначала позвонить. Но я об этом и не подумала. Любовь. Ты его любишь? Его люблю. А вот то, чем он занимается, не люблю. Бутылочку пива. Бутылочку пива. Водки. Спасибо. Давай-ка мы выпьем. Давай. Давай. О-о-о. А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! СМЕХА-а! Даливай ещё! Может, хочется? Да не бассейн, не буйная. Давай. Почему ты ни разу не женился, а? Потому что в своей жизни я еще не встретил такую, как ты. Врешь. Вам не положено. Я же книжки читаю. Таким авторитетным парням, как ты, запрещено. Братва обидятся. Скажет нас на бабу про меня. Пожалуйста. Веников нанести в бременку. Это пожалуйста. На тусовке покрасоваться. Тоже. Подрахаться. Никаких проблем. А жениться, извините, нельзя. Братва превыше всего. Что молчишь, князь серебряный? Твойку получил? Ладно, расслабься. Пойдем потанцуем. Елена, а где он, твой любимый, сейчас? Я не знаю. Может, так же, как я. Сидит где-то. А может, уже... Ну, не надо так говорить. Он где-то здесь, я уверена. Рядом и, наверное, сидит в окружении таких же придурков. И каждую секунду он думает только о тебе. А ты тут чушь несешь, как дура. Когда отсюда мы с тобой выберемся, мы освободим его. А он здоровый? В смысле, он у тебя сильный? Ну... Да. Отлично. Так вот, мы все вместе поедем ко мне в гости. И как следует проучим моего идиота, чтобы он не изменял. Прости. Ты такая хорошая. Прости. Ну, ладно, 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 хватит. О! Какие же вы русские! Чувствительные. Сразу в слезы. Ты только не горюй. Все будет хорошо. Все-все-все-все-все. Я беру себе руки. Я буду сильная. Я тебе обещаю. Ну, так и держать. Это другое дело. Да. Юй, давай я тебе помогу. Ага. Как ты это делаешь-то? Елена, ты такая красивая. А эти уроды не услышат? Не волнуйся. Я им ночью такую психологическую атаку устроила, что теперь они спят без задних ног. А-а-а. А-а-а. Субтитры сделал DimaTorzok Для нас приезд профессора Лефлера – значительное событие. Этот великолепный ученый и литературовед очень многое сделал для сохранения нашей русской культуры. В частности, именно он был в числе тех, кто восстанавливал знаменитую Тургеневскую библиотеку в Париже, разрушенную немцами во время войны, как вы все, наверное, знаете. Также он известен как исследователь творчества Тургенева. А какова цель приезда господина Лефлера? Не связана ли эта шумиха вокруг одной рукописи? Ну, что вы, что вы. Здесь нет никакой связи. Надо особо отметить, особо. То, что, вот, в частности, он прочитает несколько лекций о малоизвестных фактах жизни и творчества Тургенева. Господин Лефлер будет говорить по-французски. Ну, что вы, что вы. Господин Лефлер великолепно владеет русским языком. Он часто упоминает о своих русских корнях. О, простите, простите, простите. Кому нужно будет, я потом отвечу на все ваши вопросы. Добрый день, господин Лефлер. Я вас приветствую. Прошу, прошу, прошу. Товарищи, товарищи, наш гость, наш гость в дороге. Его нужно отдохнуть. Буквально через пять минут поговорите. Через пять минут. Хорошо. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Вы управляющий? Да. Уважаемый, вы управляющий? Да. Мы из милиции. Добрый день. А, я уже в курсе. Меня уже проинструктировали. Вы знаете, мы ловим опасного преступника, поэтому прошу вас отнестись к этому со всей ответственностью. Все, что в моих силах. Значит, ваша основная задача – вести себя как обычно. Вот вы что обычно в это время дня делаете? Ну, я обхожу территорию, проверяю топливо в баках, беру опять же пробы. Ну, если честно, то сплю. Вот и продолжайте спать. Потому что если преступники почувствуют то, что здесь засада, вы догадываетесь, что начнет? Есть спать, есть, есть спать, есть. А наши ребята поработают вместо заправщиков. Сержант Петров, вам все понятно? Так точно, понятно. Следить за передвижениями автотранспорта, незамедлительно докладывать о приближении преступников. Отлично, выполняйте. Есть. Пошли. Есть. Ну, я пошел выполнять задачу. Прошу вас. Чем вызван этот ажиотаж? Я вроде бы не кинзвезда. Извините, профессор, но я так думаю, это связано с этой... руководностью. Дерзкое ограбление в Париже. Ясно. Слава Богу, не удавшийся. А я-то надеялся, что ажиотаж вызван повышением интереса к творчеству Ивана Сергеевича. Однако человек – существо примитивное. Больше всего думает о криминальной хронике. Лозунг «Хлеба и зрелищ, к сожалению, живее всех живых». Кстати, о хлебе. Через 20 минут мы приглашаем вас на обед. А пока, думаю, вы не будете возражать против встречи с одним человеком. Каким человеком? Это ваш знакомый. Можно сказать, коллега. Тоже из Франции. Ну, мне будет очень приятно увидеть своего земляка. Прошу, прошу. Вот туда пройдемте. Там у нас все замечательно. Там мы сможем в спокойной обстановке пообщаться. Прошу вас. Месье Плюшар, очень рад вас видеть. Добрый день. Неудивительно видеть месье Плюшара в ваших стенах. Ведь он же хозяин этой выставки. Он сам попросил об этой встрече. Ну что ж, непримиримые враги просто обязаны подружиться на родине великого Тургенева. Враги, профессор. Думаю, это слишком называть наши отношения враждой. У нас есть небольшие разногласия по поводу некоторой части творчества Тургенева. Но это скорее научный спор. И о чем спор? Видите ли, дорогой Егор Владимирович, это не так интересно, как вам кажется. Но если вы будете настаивать, я непременно обо всем вам расскажу. Но в следующий раз. А пока, позвольте нам поговорить. Ах, да. Извините. Да-да, понятно. Напоминаю, через 20 минут обед. Насколько я понимаю, разговор пойдет о несчастной рукописи. Вполне возможно. Хотите коньяка? Спасибо не стоит. Крепкие напитки не моя страсть. Как хотите. Скажите, профессор, где бы вы хотели побывать в первую очередь? Я имею в виду здесь, в Москве. Не понимаю, к чему вы клоните? Этому помещению более 100 лет. А с возрастом у стен вырастают уши. Вы так считаете? Это Россия. Родина великих разведчиков и КГБ. Я слышал, что КГБ теперь не существует. Простите, КГБ был, есть и будет, как бы эта организация ни называлась. Итак. Мне кажется, я начинаю вас понимать. Но как же обед и потом должна быть пресс-конференция? Пустяки перенесут и обед, и пресс-конференцию. Ну? Тогда? Дом Тургенева нас тоже. Предсказуемое желание. Ну что ж, я готов на время стать вашим гидом. Прошу. Прошу. Траншей вон там, видите? Будете там в качестве рабочих копать водопровод. С управляющим вопрос решен. Он не против. А бабки за работу? Как договорились по бартеру, бабок не будет. Копаете, в рамках поставленной задачи. Значит так, объект рядом. В случае тревоги вы осуществляете прикрытие. Оружие найдете на месте, тайник на дне траншеи. Это все. Я считаю, я должен возглавить эту группу. Ребята опытные. Они матерых преступников брали. Все будет в порядке. Я не об этом. Мне кажется, что если я буду ближе к ним, то я смогу... В общем, так будет правильно. Ты не волнуйся ты, ну. Всего будет в порядке. Ничего с твоим братом не случится. Прости, телефон звонит. Слушаю. Это Горин. Хорошо, товарищ полковник. Спасибо вам за новость. Да. До свидания. Ты представляешь? На ловца и зверь бежит. Сегодня лифлер прилетел в Москву. А зачем? Читать лекции по творчеству Тургенева. Значит, еще одна ниточка. А мы считали ее оборванной. Поехали быстрее. Господин Виктор, ну что я скажу журналисту? Скажите, что у меня разболелась голова. Акклиматизация, знаете ли. Такое с каждым может случиться. Понимаете? Ну и вот это вот вы считаете правильно. Ну придумайте что-нибудь. Хорошо. Извините, пожалуйста. А кто этот немолодой человек, с которым вы говорили? Профессор Лефлер. Да? Надо же, я не узнал его. А вы что, его знаете? Что вы? Фотографию видел в одном научном журнале. Федор, помоги мне с переводом. Ребят, я буду переводить то, что он говорит. Мастер Ли говорит, что он не будет учить вас драться, но научит каждого из вас думать. Отказаться от боя там, где можно решить проблему мирным путем. Ага. Мастер Ли говорит, что всегда есть возможности. Если нужно применить кулак, сделай это. Но запомните, запомните на всю свою жизнь, что вы будете применять секреты мастера Ли только в том случае, если другого выхода у вас не будет. Обещаете? Да! Да! Все, начинаем. Приготовились. О, здорово! Это Ли Даню, мастер из Китая. Это Трофимов Вадим Сергеевич, директор этого вот интерната. Очень приятно, очень приятно познакомиться, дорогой товарищ Линь. Добрая душа у мастера Ли. Да! Попросим вас! Он и детей учит, и мужикам помогает. Вот и девушки по нему вздыхать начали. Так он женатый, нет? Последний секрет мастера.